здравствуйте друзья сегодня новая тема обновление тела и молодые клетки давайте разберем мы постоянно меняемся обновление клеток идет непрерывно вес всех клеток которые организм создает в течение жизни составляет 20-30 тонн у всех людей растут ногти и волосы отшелушиваются мельчайшие частички эпидермиса разрушаются эритроциты в крови и появляются новые взамен прекративших существование а есть клетки которые не обновляются совсем или обновляются крайне медленно а клетки сердца практически не обновляются и мы всю жизнь живем все с тем же сердце клетки крови и печени обновляются постоянно а вот клетки мозга не обновляются поэтому мозг дорогие друзья нужно беречь а теперь кожи волосы и ногти кожу считают самым большим органом через человеческого тела у нее очень важная задача оберегать весь остальной организм от воздействия местной среды но неудивительно что клетки кожи обновляются довольно быстро причем верхние слои отмирают и слущивается быстрее более глубокие состоят из клеток с большим сроком жизни скорость отмирания и регенерации зависит от условий жизни и ухода за кожей в среднем клетки эпидермиса живут 2-4 недели а скорости роста волос и ногтей каждый может судить сам это тоже довольно изменчивый показатель но усредненные данные такие ногти на руках отрастают на 45 миллиметров ежемесячно при условии бережного отношения и здоровья тела в целом и ногтей в частности на ногах скорость роста ногтей вдвое меньше ноготь на пальцы руки обновиться полностью за полгода для ногтя на ноге потребуется 10-11 месяцев волосы растут с разной скоростью причем у одного и того же человека разница может быть весьма заметной например у одного быстрее всего отрастают волосы на макушке а у другого чаще всего приходится стрить челку в среднем волосок растет на один полтора сантиметров в месяц ресницы и брови обновляются полностью каждые полтора-два месяца на скорость роста ногтей и волос как и на обновление клеток кожи в значительной степени влияет полноценное сбалансированное питание не забывайте об этом друзья здоровые распорядок жизни отсутствие хронических заболеваний это важно состояние кожи волос и ногтей нередко может служить одним из диагностических признаков чтобы восстановить красоту волос крепость ногтей и сделать кожу гладкой и упругой необходимо позаботиться в первую очередь не о покупке дорогих кремов и шампуни а о состоянии здоровья в целом красота к нам приходит изнутри а сейчас про слизистые оболочки глаза язык мышцы кости глаз относится к тем органам в котором не все клетки постоянно регенерируют и заменяется новыми сетчатка и хрусталик например не меняют свой клеточный состав зато роговица способна регенерировать довольно быстро например при травме этот орган способен восстановиться всего за сутки а в обычном режиме поверхностный слой клеток роговицы обновляется каждую неделю а клетки выстилающие поверхность языка заменяются на новые каждые 10 дней на скорость регенерации негативно влияет некачественный уход за полостью рта так что чистим зубы инфекционные болезни курение злоупотребление чрезмерно горячей и острой пищи слизистая оболочка кишечника тоже обновляется очень часто так как на нее постоянно воздействует довольно агрессивная среда с высоким содержанием пищеварительных соков каждые 3-5 дней поверхность эпителия кишечника обновляется примерно с такой же скоростью обновляются клетки на внутренней поверхности желудка клетки в мышцах живут 15 лет меняются на новые даже костные клетки правда происходит это тоже не слишком быстро но именно этот процесс позволяет костям срастаться после переломов с возрастом процесс регенерации костной ткани замедляется поэтому пожилых людей хуже срастаются переломы да и целом кости становится более тонкими и хрупкими относительно долго живут жировые клетки примерно 8 лет за год клеточный состав жировой ткани организма обновляется на 10 процентов печень легкие и кровь печень это уникальный орган человеческого тела единственный который способен полностью восстановиться даже если от него осталось всего 30 процентов печень очищает кровь от токсинов и вредных веществ то есть ее клетки постоянно подвергаются не самому полезному воздействию видимо поэтому они регулярно уступают место новым и происходит это каждые 150 500 дней на скорость обновления гепатоцитов влияет рацион питания употребление алкоголя и других вредных веществ при соблюдении диеты печень может почти полностью восстановиться за два с половиной месяца легкие обновляются быстрее на их поверхности заменяются клетки новым составом каждые 5 20 дней клетки альвеол обновляются каждый год на образование новых клеток слизистой оболочки бронхиол взамен состарившихся потребуется всего от 2 до 10 дней клетки крови живут по своим отдельным законам эритроциты отвечающие отвечающие за транспортировку кислорода работают около четырех месяцев после чего разрушаются и заменяются новыми оазефилы существуют до пяти дней нейтрофилы и того меньше всего несколько часов тромбоцитам отводится примерно 10 дней жизни теперь понятно почему стоит сдавать кровь на анализы хотя бы один-два раза в год так что не забывайте об этом это как раз подходящий график позволяющий вовремя заметить изменения в составе крови мозг и нервная система человека рождается с комплектом нейронов и большая часть нервных клеток просуществует столько же сколько и их носитель а сейчас половые клетки а в этой сфере пол человека не имеет значения женщины рождаются с определенным и конечным яйцом яйцеклеток при установлении менструального цикла включается механизм постепенного расходования имеющихся клеток если не происходит оплодотворение клетка просто уничтожается когда же запасы яйцеклеток подходит концу женщины теряет фертильность и начинается перестройка организма в состоянии менопаузы мужчинам же в некоторой степени проще сперматозоидцы вырабатываются в ограниченном количестве на протяжении всей жизни начиная с момента наступления половой зрелости при условии разумеется здоровье репродуктивной системы на полное обновление спермы потребуется два с половиной месяца так также почему же все-таки мы стареем если клетки нашего тела постоянно обновляются большая их часть во всяком случае и все же тогда почему мы все равно стареем почему кожа 18-летней девушки девушки отличается от кожи женщины отпраздновавший свое 70-летие куда исчезает гибкость упругость выносливость почему сидеют и выпадают безвозвратно волосы становятся хрупкими кости и не такими зоркими глаза если бы ученые нашли ответы на все эти вопросы старение уже было бы побеждено и устранено но пока существуют только более или менее убедительные гипотезы и теории некоторые учения ученые допускают что программы старения запускает наше подсознание то есть собственный мозг человека но одно несомненно чтобы отодвинуть старость следует жить по определенным несложным правилам больше кислорода клетка чем больше клетки дышат тем здоровее орган который из них состоит тему он устойчивее и лучше восстанавливается при повреждении меньше токсинов к ядам нужно относить не только алкоголь никотин наркотики но и вредные вещества вступающие в организм с пищей и воздухом больше сна и настолько сколько нужно причем только ночью но если хотите можно и днем во время нормального сна процессы регенерации очистки протекает более интенсивно меньше стрессов и больше позитива дорогие друзья психика действительно оказывает влияние на процессы восстановления установка с каждым днем я становлюсь здоровее и счастливее повторяем каждый день при всей своей банальности и примитивности все это работает и так обратите внимание ученые допускают что причиной старения является наш собственный мозг то есть подсознание запускает процессы старения в следующем уроке мы будем вводить подсознание новую программу всем молодости и красоты и мудрого подсознания а пока помните что при утреннем питье воды мы говорим себе с каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше лучше и лучше с каждым днем во всех отношениях не становится все лучше лучше и лучше и подсознание начинает работать и запускает процесс восстановления клеток пока пока друзья до новых тем и новых знаний Продолжение следует...